Хочу вам показать свой сад. У меня ноготочки, как вы видите, модненькие стали. Холодно, резко стало, капец. Коля, хотя бы сыворотку замороженную, но... Вот в этих красных домах мы должны были жить, кстати. Вот видите, какой он темный. Друзья, всем привет. Сегодня у нас замечательный день. Я очень жду, сегодня тоже должна быть гроза. В тот день, кстати, когда мы возвращались с новой линии, была гроза, но очень коротко. Здесь сейчас такие тучи, синие. У меня ничего не меняется. Я все так и ложусь в 4-5 утра, просыпаюсь в 12. То есть, в принципе, 6 часов мне хватает для сна. Меня так Ева поцарапала. Сегодня я нанесла тон новый, который я заказала на Фаберлике. Сейчас покажу. Разные комментарии получала, отзывы и хороший, и плохой. Я решила попробовать. Знаете, мне кажется, что на лето он очень даже неплохой, потому что он идет такой немножко темненький для меня. И он имеет SPF 15. Что касается картины, кстати, смотрите, я ее почти заканчиваю. Совсем чуть-чуть осталось. Очень круто получается. Но, если честно, сама картина мне уже как бы на вид надоело, потому что я очень часто на нее смотрю. Мне Таня посоветовала ее нарисовать, спрятать, а потом через время достать. И вау, какая красота будет. Посмотрим. Здесь еще чуть-чуть осталось красного добавить. Ну, наверное, за сегодня точно добью. Мы с Юркой вышли. Смотрите, какие тучи грозовые. Еще и низкие такие, а с той стороны еще хуже. Ждем. Вышли в магазин. Мороженое захотела. Мы уже вернулись. Сейчас готовлю. Ставлю так вот телефон в ручку. Он как раз не падает. Очень крепко держится. Среал смотрю. Нужно дожарить наггетсы. Это то, что у меня было в морозилке, потому что морозилку скоро нужно будет размораживать. И вот у меня есть две порции. Как раз сейчас пожарено, а сегодня на завтра хватит. Я решила мороженое не покупать в магазине. Не знаю, как-то посмотрела на него и перехотела. Купила овощей. Зато зелень взяла. Я взяла редиску, взяла капусту молодую уже рискнуть, попробовать взяла. Я так рано вообще не покупала молодую капусту. Но люди берут. И я видела, что у нас на Западной Украине довольно много парников. Вот там, где выращивают эту молодую капусту. И огурчик купила. Так что у нас такой витаминный салат сегодня. Варю вот такой вот замечательный бурьон. Здесь перчик, картошка. Немножко. Одна картошинка всего лишь закончилась. Что-то не подумала купить. Морковка, лук, ну и мясо, соответственно. И Юрке жарю на обед курочку. А сюда потом брошу наггетцы. Вот в эту сковородку. И гречка была. Мы уже поужинали. Я захотела, прошло где-то после ужина полчаса, захотела еще бульон. Я суп просто на ужин не успела сварить. Он как раз доварился. Очень вкусный бульон получился. Поэтому не могу упустить такой шанс. Нужно съесть немножко. Хотя бы один половник. Я вот такую миску налью. Кстати, нужно будет еще такие купить. Мне очень нравятся. У меня как-то в последнее время я заметила с посудой такое что-то творится. Много посуды. Не то, что бьется, а сколы появляются. Плюс еще бокалы. Я хочу заменить. Вот такие оставить. А в принципе, вон у меня один остался. Мой любимый бокал. Вот такой вот. И рич. Ну, я думаю, вы знаете, как они выглядят. Такие тоже от соков рич. И от кока-колы я от них хочу избавиться. Такие дела. Поэтому что-то такое простенькое нужно. И чтобы было красивое. Вот и добавила зелень. Может, что еще нужно? Зелень просто. Ножка сварилась хорошо. Такой вот прозрачный, вкусный получился. Отдельно варила, конечно же, овощи. Ну, то есть, а потом уже резала. Хочу вам показать свой сад. Ну, как вы поняли, здесь еще ничего не проклевывается. Но зато базилик. Если присмотреться, семена выпускают такие беленькие росточки уже. Они так сразу слизь пустили, как я их полила. Я их накрываю крышкой. И здесь то же самое. Такие манюсенькие точечки. Это два дня только прошло, кстати. Привет, мы с Юрой вышли на новую почту. Юрка меня с утра красил. Волосы. Я две краски купила. Такая чернышка, как я хотела. Троечку взяла. Ой, зайчик. Привет. Помогать идет мне. Мы кеды приехали. Я ростовку заказала девчонкам. И себе, скорее всего, оставлю на смену. И иду девочке еще отдавать в руки. Она рядышком живет. Она купила кеды. У меня остаток был. Вот. Сейчас встретимся с ней. Погода замечательная, но... Видите, опять, скорее всего, дождь будет. Наверное, попадем под ливень. Вчера какой-то град был. В историях видела вообще. За Киевом там такой град крупный был. Ждем у себя. Так, с половиной мы справились. Я уже девочке отдала кеды. Сейчас идем на новую почту. Накидочку. Кто помнит, в клеточку очень хорошая. Думала себе оставить. Ну, как-то оставляла, оставляла и все время не носила. Поэтому решила ее девочке продать вообще за копейки. Качество здесь хорошее. Все-таки, мне кажется, что мы под грозу попадем. Это замечательно вообще. Душно очень. Дышать нечем. Вот с той стороны надвигается и с этой. Это у нас неделя, да, Юрка? Уже неделя? Неделя так еще будет. Еще будет. Болит и тело. У меня так тело крутит ноги, особенно. На дождь. Я какая-то такая чувствительная. Вот. Люди полно. Кстати, нам же обещают 11-го уже открывать какие-то магазины. А 22-го карантин закончился. Мне кажется, немножко продлят все равно. Вот. До июня. Уже капает. Почему я так боюсь дождя? Потому что я сегодня в светлых новых кроссовках. Вот. Слышите? На новой почте переждем, да? Юра говорит, боюсь дождя, потому что краску смоет. Я только волосы покрасила. Не, не смоет. Вот в этих красных домах мы должны были жить, кстати. Вот. Вот в том доме красном. Но, к сожалению, хозяйка нам не подошла. Все. Мы вышли с новой почты. Как раз гром еще страшнее звучит у нас. Купила коробки на 2 килограмма девочкам кеды. Взяла 3 штуки. У меня там дома еще есть. Я обнаружила, что здесь есть этот белок Юа. Я там заказывала протеин, но онлайн. Оказывается, здесь магазин есть. Зайдем сейчас витамины купим. Хочу бы 5 купить себе. И вот. Кеды приехали. Я уже не дождусь, когда я их раскрою. Обожаю получать такие посылки. Слышите, как страшно? Бррр. Я как ребенок прям. Скоро уже, вот совсем скоро будут открывать уже кафешки. Можно будет кофе попить, посидеть. На открытой террасе именно будут работать. Кто там ставил ставки, что мы под дождь попадем? Вот попали, смотрите. Купила витамины, В5 не было. Взяла Омегу-3. Сейчас подождем немножко там. Розовые дни уйти, как у нас скажут. Трошки. Холодно, резко стало. Капец. Ветер такой поднялся. Уже и град прошел. После краски под ногтями. Грязно теперь. Почему это? А я так не дождусь. Все, я у мамы инженер. Зато чистые кроссовки будут. Всем здорова. Значит, сегодня, во-первых, у меня ноготочки, как вы видите, модненькие стали. Это я красил Карину. В принципе, перчатка не порвалась. А на самом деле, хозяин квартиры, уже пенсионер, попросил, когда приходит почтальон, выйти и забрать пенсию. Он с ней договорился. Я сижу тут, стою, крашу Карину, слышу два звонка. Понимаю, что это почтальон. Снимаю перчатку, добегаю до двери. И почтальон уезжает на лифте дальше. Ну, 30 секунд это заняло. Это кому она пенсию носит? Студентам или пенсионерам? Я вот не понимаю. Подождать нельзя. И поэтому я пришел, случайно надел перчатку наоборот. И теперь у меня ноготочки. И Кирина говорит, что это будет целый месяц. А теперь сейчас я буду вот чем заниматься. У нас на балконе, я заметил, завелись сверху в кладовке осы. Их я не знаю сколько, но парочку штук туда стабильно залетает. И мы зашли, купили вот такой дезодорант. Они от него кайфуют, балдеют. Его боится у вас очень. Ну, это, я их не то что боюсь, это очень, очень неприятные соседи по дому. От них хорошего вообще ничего не жди. И залетит тебе в нос, или он Еву укусит. И может так укусить, что потом не откачаем кошку. Это шосса, она же дикая. Ну вот. Так что пойду и их угощу вот таким вот лакомством. Думаю, что они подумают и больше не будут. А давайте о хорошем, наконец-то. Я, честно, соскучилась по влогам. Как-то, не знаю, отдохнула я морально, физически. И теперь у меня есть настроение снимать. Сегодня. Пока сегодня. Там посмотрим. Я знаю, что вы скучаете, не скучайте. Я всегда с вами мысленно, всегда отвечаю в инстаграме. Поэтому, кто там не подписан в инстаграм, подписывайтесь. Будем там с вами общаться. Давайте распаковку сделаем. Смотрите, я уже распаковала, конечно, давно. Но смотрите, что я получила огромную коробку. И я, наконец-то, заказала для себя кое-что необычное. И вы знаете, я, честно, боялась заказывать, потому что я не знала, как мне будет. Комфортно, некомфортно. Я понимаю, что к этому нужно привыкнуть. Заказала я такой акупунктурный, если я не ошибаюсь, коврик с фабрлик. Девочки, я знаю, что есть некоторые, которые меня смотрят сейчас и пользуются такой штукой. Есть также валик специальный с шипами. Это очень классная вещь, оказывается. Я просто начиталась и себе очень сильно захотела. Думала заказывать с Али, но, знаете, неизвестно, какого качества приедет и вообще приедет ли. Поэтому почему бы на фабрлик нельзя? Тем более у них такое есть. Есть еще и валик, я попозже валик. Возьму Юрьке от мигрени, под голову, перед сном. Классно расслабляет мышцы. Кровь хорошо разгоняет. Даже если после спортзала у вас болят мышцы, можно немножко посидеть и намного легче становится, как после горячей ванны. Вообще классная вещь. Еще говорят о целлюлитах. Сейчас я расскажу вообще, почему я его решила заказать себе в первую очередь. Юра там уже потом попробовал, сказал, что ему нужно такое для шеи. Я сижу за компьютером. И когда я сижу, ноги всегда подо мной. Моя кровеносная система, она всегда вот именно в нижней части. Она так страдает, я вам не могу передать. Потому что я привыкла с детства всегда вот так вот сидеть. Видите? Это неправильно. И для того, чтобы отвыкнуть, я решила постелить эту штуку себе под попу. Садиться. И я просто ноги, понятное дело, никак не смогу поднять. Из-за того, что будет больно. Это шипы. Понятное дело, что не все время сидеть. Но какое-то время, чтобы отучиться, я думаю, оно мне поможет. Здесь пластиковые такие шипы. Они очень даже колючие. По них даже ходить можно. Тут параллочек. Так, чтобы вы понимали, как это все сделано. Все очень, очень даже аккуратно. Надпись Faberlic. Мне понравилась эта штука. Я буду практиковать. А потом уже, когда что-то замечу такое определенное, я с вами поделюсь. Следующее, что я заказала, была просто акция. Я решила попробовать тональный крем двойной стиль. Я думаю, многие знают, как он выглядит. Здесь есть сразу и база, и тон. И вот как раз сейчас он на моем лице. Конечно, сейчас у меня кожа еще пока выздоравливает в процессе заживления. После гормонального этого сбоя, ПМС и всего. Я вам скажу, что я читала отзывы, и он не очень. Некоторые писали, что очень даже неплохой. Чисто мое мнение, честно. Этот крем просто идеальный для меня на лето. Потому что он темный. Он для светленьких не очень подойдет. Хотя, можно смешивать с этой базой. Просто дозировать и смешивать. И подбирать себе оттенок, который вам подходит. Я же делала и смешивание, делала и отдельное нанесение. Мне нравится, как он лежит на коже. Он не чувствуется. Нет этого. Этой маски нет на лице. Он, как вы видите, да. Вот вроде бы как просто румяна у меня есть еще. И все. Нет никакой маски. Очень комфортно. И мне понравилось, что здесь есть SPF. Сначала я не обратила внимания. Но уже потом, спустя 2 дня, я увидела. О, SPF есть. Это точно для лето просто идеальный вариант. Буду пользоваться. Наношу я его уже третий день. Никаких высыпаний, ничего нет. Продукт довольно хороший за свои деньги. 170 гривен он всего лишь стоит. Юрке понравились ополаскиватели для рта. Кислородный, профилактический вот такой вот ополаскиватель есть. И есть еще с травами. С травами я раньше не пробовала, но сейчас мы начали его, как видите. Я не разбавляю с травами, не разбавляя с водой, недостаточно его. То есть он не сильно прям такой жгучий. Я не очень люблю, когда вот такие довольно популярные марки, да, их просто невыносимо держать во рту, даже ополаскивать. Вообще просто невыносимо печет, жжет все до боли, до ужасной боли. У меня глаза слезятся. Этот вот вообще очень даже неплохой для тех, кто тоже не любит такое, чтобы сильно пекло. Вам вот это вот с травами очень хорошо подойдет. Этот уже немножко больше такой мятный. Он более такой остренький, но тоже не так прям сильно печет, не до слез. Поэтому мне фабрилика-ополаскатель для рта очень нравится. Вот. Пользуюсь и утром, и вечером. Вот. Ну, когда как. Не каждый день, но бывает когда как. И заказала вот такую вот пасту зубную еще. Она Юре понравилась. Свежесть, экстра свежесть. Он говорит, что эти пасты, на самом деле, они не прям такие слишком мятные. Да, они не делают супер-купер такого ментолового, мятного дыхания. Но они очень хорошо очищают эмаль. У Юры просто все свои зубы. И он это чувствует. У меня же зубы, передние зубы, они нарощены у меня. И за счет этого они не могут так очиститься обычной пастой. Я иногда, конечно, беру и порошок, чищу зубной. Специально у меня есть порошок для зубов. Но мне уже нужно идти к стоматологу, потому что отшлифовать. Вот, просто шлифовать зубы. Хожу на шлифовку, девочки, как ногти делают, так же и зубы. Но муж оценил и сказал, что закажи еще такую пасту. У нас сейчас в семье паста только Фаберлик. В принципе, достойная. Но так как мне не хватало свежести, вот этой, которая паста обычной, да, придает, я пользуюсь ополаскивателями. То есть в комплекте это довольно неплохой вариант. Тем более, очень даже бюджетно получается дешевле, чем покупать в магазине. Также у них вышел новый каталог. И здесь меня привлекли маски. Маски с блесками. Сияющие маски для лица и настроения. Здесь есть алоэ вера. Ну, то есть можно у них на сайте, думаю, открыть, почитать. Гиалуроновая кислота, есть аминокислоты и гель алоэ вера. Новинки у них есть. Мне очень понравилось. Я в следующий раз закажу обязательно вот такой вот маркер для губ. Представляете, обычный маркер только для губ. Ну, то есть как маркер. Это очень интересно. Здесь, кстати, сколько раз нанесете, такой будет и оттенок. То есть если два раза нанесли, более такой насыщенный оттенок. Если один, более мягкий. 135 гривен стоит. Я попробую. Мне нравится сливовый. Вот этот нравится. И, ну, розовый я не буду заказывать. Скорее всего, сливовый я закажу. У меня слива, в принципе, идет по моему светотипу. Вот. У них много разных новинок. Еще, кстати, эко-продукция вышла. Вот такая эко-продукция. Это у нас биопятновыводитель универсальный есть. Концентрированный стиральный биопорошок для цветных тканей. 175 гривен стоит. Ну, эко... Я, ну, как бы, особо не фанатею по эко, поэтому пользуюсь обычными их порошками. Мне очень даже нравится. Кроссовками, кстати, кроссовки я ношу. Очень довольна. Очень довольна. Честно, думала, что будут давить. Будут давить, будут у меня нога вперед съезжать. Вот у меня такое было, когда я первый раз обула при примерке. Но нет. Хожу уже какой день постоянно, да, когда вот на новую почту выхожу. А я хожу много, у меня, получается, наматываю 4,5... Ну, 4,5 километра, грубо говоря, для того, чтобы дойти до новой почты. Туда и обратно. Я хожу в этих кроссовках, я чу-чу-чу-чу, все нормально. Поэтому довольна ими. Больше, в принципе, из обуви, я не знаю, посмотрю. Может, если новенькие какие-то босоножки у них выйдут, закажу себе на лето бегать. Так, все есть. Пока все есть. Хочу этот валик заказать, говорю же вам, Юрке под голову. И хочу заказать, у них есть для спортивных барышей, я, кстати, не снимаю влоги, не рассказываю, я занимаюсь спортом. Все как положено у меня. Не часто прям уж так супер-пупер, но в то же время я довольна собой. У них, кстати, есть еще разные штуки для занятия спортом. Хочу себе заказать. Там есть такая тарелка для того, чтобы вы держали равновесие. Вы на нее остановитесь и приседания делаете, допустим, или на одной ноге, да, и держите при этом равновесие. Все мышцы напрягаются. Это, я думаю, интересно попробовать. Примерно, чтобы вы понимали, он темненький. Там, кстати, новый цвет у них вышел для светленьких. Это буквально, наверное, в новом каталоге вышел новый цвет. Смотрите там уже, может, какие-то отзывы есть в интернете, погуглите. Потому что этот прям совсем, извините за мой маникюр, красила голову, краска под ногти залезла. Вот видите, какой он темный. Если смешивать с базой, то можно, конечно, вывести ваш цвет. Но он, кстати, ко всему еще подстраивается под ваш цвет кожи. Потому что я наношу, и смотрите, у меня особо такого отличия нет от шеи и лица. Довольно неплохой. И он такой, знаете, еще не жидкий, а липковатый. Вы когда наносите, он очень хорошо ложится на кожу. Я не знаю, почему девочки пишут некоторые, что у них там полосит как-то или еще что-то. У меня очень ложится хорошо на кожу. И при этом эта липкость, она куда-то исчезает. Он как впитывается в кожу, как крем. Я потом просто припудрила, и все. Все замечательно. Идемте на кухню. Мне там готовится кусок мяса. Мы в АТБ купили. Помните, покупали как-то мясо уже в упаковке? Просто в упаковке кладешь в духовку и готовишь. Очень даже неплохо. Но не могли найти, поэтому из АТБ другой кусок. Как-то дешево от АТБ получается. Целый кусьманище на 80 гривен всего лишь. На несколько дней нам хватит вполне. Это вот Юра меня красил на кухне. Вообще ногти. Наверное, сегодня маникюр сделаю. Ужас в каком состоянии. Это вот все черное. Эта краска позалазила туда. Просто каким-то темным лаком накрасить. Столешница грязная. Купила вот такие орешки в шоколаде. Сейчас покажу упаковку. Обратите внимание именно на эти орешки, потому что они нежнейшие. Они очень вкусные. Шоколад здесь очень вкусный, молочный. Семечки взяли. Юре понравилась та паста. Будет есть. Я такой не ем уже. И живинку йогурт взяла. Сейчас один съем, наверное. Это очень выгодно. 27 гривен 4 штуки. Как-то я раньше, знаете, особо не задумывалась. Не обращала внимания. Но вот мама угощала меня. Она постоянно покупает просто такие в паках, в упаковках. Вот. Я решила почему-то тоже не покупать. И самое интересное, это новый чай, который я купила. Кертис Данн правильно называется. Так вот. Здесь три разных вида. Есть еще одна упаковка. В магазине она осталась. Потому что это по акции 25 гривен пачечка стоила. Здесь 15 пакетиков получатся. По 5 разных вкусов. А есть за 39. Такая же упаковка, только там другие вкусы. Это, видимо, просто по акции попало. Вот. Ну, как-то 39 за 15 пакетиков. Я бы не сказала, что это прям так 15 раз. Ну, хотя, если покупать на улице, знаете, к кафешке, то это дешево и выгодно. Все равно получается. Вот. Очень классный аромат. Я даже сейчас себе сделаю чай с апельсином и ванилью. Очень классный аромат. Юрка мне тоже полюбил чаи. Мы пьем очень часто. Вот такие покупки у нас. Вот тебе. Яйца купила. Как-то особо аппетита нет. Мы стараемся позавтракать и все. Там вечером какие-то семечки потерял и все. Просто нет аппетита, понимаете. Если какую-то гадость хочется, то покупаем. Я, допустим, сейчас я открыла сезон мороженого. Я, у меня в морозилке 3 мороженого есть. Там фруктовые тоже беру дешевые. Я понимаю, что это совсем не мороженое. Но хрящатик, своя линия, по-моему, тоже изготавливает. По-моему, 8 гривен, если не ошибаюсь, стоило. Довольно неплохое. По вкусу такое же, как и за 16. Мне, например, не нравится. Раньше, кстати, я очень сильно любила мороженое. Рожок. Самый такой красивый рожок. Огромный просто. И там какое-то не мороженое, непонятно. Там не написано, что за смесь. Но мороженое вообще само по себе холодное. Этот рожок, он довольно теплый. И очень много разного красителя, химикатов. Я уже, честно, не помню, как называется. Но с пластиковой крышечкой. Думаю, вы понимаете. Самый такой огромный рожок, который есть в магазине, продается. Я уже такие вещи не покупаю. Я лучше какую-то молочку или хотя бы сыворотку замороженную. Но более-менее, чем с этими вот разными красителями. Мне, конечно, нравится еще сок замороженный. Длинненький такой. Продается с кусочками дыни. Если дыни есть, арбузики есть. Такое тоже люблю. Но это когда совсем жарко. Сделала стирку я. Наконец-то не одну. Сейчас я буду садиться монтировать. Юрка поехал другу помочь кое-что поднять. И потом приедем. Мы будем, скорее всего, ужинать. Может и не будем. Наверное, йогурт съем. Больше ничего не хочу. Хочу позаниматься немножко. И домонтировать влог наконец-то. Хоть что-то выйдет новенькое. Сегодня у моей мамы, кстати, день рождения. Но мы не поехали. Мы поедем уже после карантина. Уже нормально поздравим ее. Потому что сейчас, во-первых, погода не позволяет. И плюс, конечно, не хочется как-то заражать. Когда увидишь, хочется обнять, поцеловать. Понимаете? Но все-таки немножко на дистанции будем еще. Пока. До 22-го числа. Обещают. Ну, я думаю, до июня будут держать еще карантин. Всем пока, ребят. Всем до скорых встреч. Не скучайте. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова